Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112. За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 189 происшествий, из них 7 преступлений, из которых 5 раскрыто, по двум проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Привлечено к ответственности 63 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояние алкогольного опьянения. За неделю произошло одно дорожно-транспортное происшествие. Причинен материальный ущерб. С 4 по 6 декабря 2017 года на территории округа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». Проверено 39 семейно-бытовых дебоширов, 34 хронических алкоголиков, 11 лиц, подвергнутых административному наказанию за потребление наркотических веществ. Осужденных 63, несовершеннолетних 45. Выявлено 20 административных правонарушений. С 8 по 9 декабря 2017 года проведено специальное мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверено 140 транспортных средств. Выявлено 7 административных правонарушений. Полицейскими Наринмара установлены лица, совершившие разбойное нападение и грабежи. В дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу с 1 по 5 декабря 2017 года обратились трое жительниц города Наринмара, пострадавших от неизвестных лиц, которые похищали их сумки в вечернее время на улицах города. При этом последней заявительнице в результате нападения причинены телесные повреждения, и она госпитализирована в окружную больницу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления грабители установлены. Ими оказались молодые люди 16, 17 и 18 лет. Полицейским преступники рассказали, что они ездили на автомобиле по улицам города в поиске одиноко идущих престарелых женщин. Найдя подходящую жертву, молодые люди оставляли машину, шли за женщиной и в момент, когда их никто не видел, вырывали из ее рук сумку, быстро скрывая с места преступления. В настоящее время все злоумышленники заключены под стражу, и в отношении них следователям ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Разбой. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Ведется следствие. Доверчивая жительница Наринмара перевела мошенникам 22 тысячи рублей. 5 декабря 2017 года в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратилась жительница города Наринмара. Сотрудниками полиции установлено, что заявительница разместила объявление о сдаче квартиры на сайте avito.ru. Через некоторое время женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником полиции города Волгограда, сообщил, что собирается прибыть в город Наринмар для дальнейшего прохождения службы и готов снять ее квартиру на длительный срок, внеся при этом оплату за первый месяц аренды жилья в сумме 15 тысяч рублей. В ходе телефонного разговора мужчина сказал, что сможет перевести денежные средства только при помощи банкомата. Когда женщина подошла к банкомату, она ему перезвонила и он объяснил, что необходимо нажимать на банкомате для перевода на ее карту денежных средств. В результате проведенных операций мужчина получил доступ к банковским счетам потерпевшей и самостоятельно перевел денежные средства в сумме 22 тысячи рублей на неизвестный заявительница счет. Когда женщина получила СМС-сообщение о снятии с ее банковского счета денежных средств, она осознала, что, имея дело с мошенником, сразу же заблокировала свою карту и обратилась в полицию. По данному факту сотрудниками ОМВД проводится проверка. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Преступления против порядка государственного управления совершены в Нениском автономном округе. Любое общество не может существовать без специального аппарата управления, четкая и слаженная деятельность которого во многом зависит от уровня правового обеспечения. В целях обеспечения правопорядка государство наделяет своих представителей определенными полномочиями, основанными на принципе подчинения граждан их законным распоряжениям. Посягательство на нормальную деятельность органов законодательной и исполнительной власти в лице их представителей подрывает авторитет государственной власти и нарушает нормальную деятельность органов управления. В Нениском автономном округе в 2017 году зафиксированы факты применения насилия и публичного оскорбления сотрудников ОМВД России по Нениском автономному округу. 24 ноября в поселке Красное Нау местный житель нанес публичное оскорбление участковому полномочному полиции, пытающемуся пресечь правонарушение. Видя одетого в форменное обмундирование полицейского, мужчина в присутствии других граждан высказал в его адрес нецензурную брань. В настоящее время следователем Наринмарского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненискому автономному округу решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Также в следственном отделе ведется следствие по уголовному делу в отношении жителя поселка Харивернау, который в октябре 2017 года нанес публичное оскорбление другому участковому управлению и к тому же ударил представителя власти по лицу. Помимо статьи 319 УК РФ злоумышленник подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти», максимальное наказание, по которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет. По окончанию следствия материалы с собранными доказательствами будут направлены в суд для принятия процессуального решения. Экс-директор одного из предприятий Ненецкого округа приговорен к штрафу в 120 тысяч рублей. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ненецкому автономному округу установлено, что бывший директор одного из муниципальных унитарных предприятий округа с целью незаконного обогащения заключал сам с собой трудовые договоры на выполнение работ в должности рабочего грузчика. Должностное лицо, пользуясь своим служебным положением, подписывало акты приемки выполненных работ, на основании которых получала в кассе организации денежное вознаграждение, которое тратила в дальнейшем по своему усмотрению. Всего злоумышленник причинил ущерб предприятию на сумму около 66 тысяч рублей. Следователем следственного отдела УМВД в отношении экс-директора предприятия возбуждено и впоследствии направлено в суд уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, присвоение или растрата. Злоумышленник в ходе следствия свою вину признал полностью и добровольно возместил причиненный ущерб в полном объеме. 7 декабря 2017 года Наринмарским городским судом подсудимый признан виновным и ему назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Стражи порядка раскрыли хищение термоэлектрических матов по горячим следам. 4 декабря 2017 года в дежурную часть УМВД России по Наринскому автономному округу обратился руководитель строительной организации за помощью в розыске возвращения похищенного у его предприятия имущества стоимостью свыше 30 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в течение дежурных суток установлено лицо, совершившее хищение. Стражам порядка мужчина, 81 года рождения, пояснил, что он накануне в вечернее время, находясь в состоянии опьянения и проходя мимо ангара, расположенного по улице Тиманской поселка Искателей, обратил внимание на лежащие на снегу термоэлектрические маты синего цвета. Предположив, что данные маты являются составной частью теплых полов, которые используются при строительстве жилых домов, он их похитил и перенес к себе домой для дальнейшей продажи. В настоящее время похищенное имущество возвращено законному владельцу. В отношении зломышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие. Двое жителей Наринмара осуществляли незаконный вылов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. 7 декабря 2017 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ненецкому автономному округу проведено рейдовое мероприятие, направленное на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного вылова водных биологических ресурсов в акватории реки Печора Ненецкого автономного округа. В ходе рейда на Печоре в районе микрорайона Совхоз города Наринмара двое жителей округа двумя ставными сетями осуществляли вылов водных биологических ресурсов без соответствующих разрешительных документов. Стражами порядка установлено, что один из злоумышленников уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный вылов водных биологических ресурсов. На месте происшествия сотрудники полиции изъяли 76 экземпляров рыбы, в том числе рыбы породы Нельма, занесенной в Красную книгу Российской Федерации. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Уважаемые жители округа, сотрудники ОМВД России по Ненецкому автономному округу напоминают вам, что за совершение преступления по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча вылов водных биологических ресурсов» предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. С 8 по 16 декабря 2017 года на территории Ненецкого автономного округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Металл». Если вы располагаете информацией о незаконном обороте драгоценных камней, цветных и черных металлов, их лома и отходов, а также о фактах коррупции, то можете сообщить об этом в дежурную часть УМВД по телефону 02 с мобильного 102 или 8-818-534-21-26, либо на телефон доверия по номеру 8-818-534-21-52. В эфире была информационно-правовая программа 112. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин